Библейский портал экзегет.ру представляет Есть высокие торжественные, есть царские Вот у нас Соломон вроде бы автор Такой лирический автор, как я это называю То есть, может быть, не он писал, но ему приписано И он про царя все говорит Вот здесь неожиданное сочетание одного и другого Интересно, что царские дела совершенно не отделяют от повседневности Ну вот царь, он же тоже человек И вместе с тем, сердце царя в руке Господа, как в русле вода Повернет его Господь, куда пожелает Ну, иногда эти слова понимают как указание на безусловную правоту царя Любого царя, да, в любом случае Чего хочет царь, того хочет Господь Сказано ли здесь это? Как в русле вода Вода вообще-то течет, но повинуясь законам природы Господь или, скажем, земледелец, который прорывает растительный канал Может воду отвезти в другое место, да Но это не значит, что вода всегда течет туда, куда ему нужно Любой человек, который занимался орошением или хотя бы крышу дырявую чинил Прекрасно знает, что это, к сожалению, не так работает Есть свои какие-то законы То есть в какой-то момент Господь может повернуть желание царя в совершенно неожиданную сторону А все остальное время она течет как угодно Как вот сама по себе течет вода И дальше, да, царь-то думает, что он прав На свой взгляд человек всегда прав, но Господь взвешивает сердца Любой человек и царь не исключение Смотрите, мне кажется, это скорее предупреждение, чем некоторое такое щедрое, что ли, в отношении царя обещание, что он всегда хочет того же, что и Бог Более того, дела праведны и справедливы и угодни Господу, чем жертвы Надменный взгляд, гордое сердце, светильник нечестивых — грех Вот этот второй стих, он вообще, он немножко неясен в оригинале, но в таком переводе он довольно банальный Надменный взгляд, гордое сердце, светильник нечестивых — все это грех Ну да, что же еще мы хотели от этих вещей Но, мне кажется, это связано с вот этой царской темой Господь взвешивает сердца, дела праведны и угодни жертв Надменный взгляд, гордое сердце — это же и есть, в общем-то, то, чем часто цари отличаются от всех остальных, да? Вы кто тут такие, а я великий господин? Светильник нечестивых — то, что нечестивым дает возможность творить свои дела, как-то видеть окружающий мир Вот нередко царская власть такая оказывается, но не только царская, здесь переход довольно плавный Я не хочу сказать, что все эти стихи исключительно про царя Потому что дальше уже явно про простых людей Старания приводят человека к достатку, а суета лишь к нужде Да, согласен Кто добивается богатства ложью, гонится за пустотой, стремится к смерти Злодеяния нечестивцев их же и погубят, ведь они отказались поступать справедливо Путь обманщика петляет о поступке непорочного честны Довольно банальные изречения, не правда ли? Вот нельзя добиваться богатства ложью, нечестивцы получат по заслугам Слушайте, ну мы что, этого не знали, что ли, над Библией для этого писать? Ну это вообще в детском саду как-то объясняют Веди себя хорошо, они то накажут И дружить с тобой не будут, если будешь там у всех игрушки отнимать и обижать их Смотрите, но вот к таким вещам книга притчи нас вновь и вновь возвращает Действительно как маленьких детей, которым постоянно напоминают Они постоянно нарушают И вдруг неожиданно царь у нас был Вот человек, который ищет богатства и процветания Лучше жить на краю крыши, чем делить кровь со сварливой женой На краю крыши у нас, конечно, жить не получится Но вот на Древнем Ближнем Востоке крыши были, как правило, плоскими И можно было там постелить, как-то прилечь, укрыться Ну, конечно, это неудобно, конечно, это такое временное жилище Как в палатке во дворе собственного дома Но лучше так, чем со сварливой женой Смотрите, вот такая совершенно бытовая сценка Нечестивец жаждет зла и ближнего не щадит То есть он не просто по глупости или там в поисках выгоды Он без зла не может Вот ему уже плохо, если он не сотворит зло Потому он и беспощаден Тема, которая уже была Наглеца накажешь, простаки поумнеют Наставь мудрого, и возрастет его знание В общем, это повтор Хотя немножко другими словами того, что уже было в предыдущих главах То есть наказание наглецов, оно самим наглецам не особо помогает Но люди простые, глядя на это, о чем-то догадаются А вот мудрый понимается Потому он и мудрый Праведный наблюдает за домом нечестивых И обрекает нечестивцев на беду Как же это он обрекает? Чем он обрекает нечестивых на беду? Ну, наверное, тем, что вот просто живет и наблюдает Он не строит им каких-то козней Он не пытается их наказать, да А просто взгляд праведника высвечивает нечесть Показывает, насколько это все дурно Богу есть с кем сравнивать Когда Содома Гоморра появляется лот И вот, сравнивая с лотом его жителей Господь делает выводы Кто при жалобных криках затыкает уши Сам однажды завопит, но ему не ответит Прекрасно про благотворительность, про помощь ближнему Тайный подарок остудит гнев Взятка из-под пола и буйную ярость Странно, ведь взятка вроде бы грех И она осуждается А тут она остудит буйную ярость А здесь сочетаются вот бытовые наблюдения И такие нравственные выводы Взятка работает Но ведь работает же, иначе бы не давали ее А в то же время справедливость совершается На радость праведнику и на страх злодея Установление справедливости не всем приятно Кто сбился с пути разумения В царстве теней успокоится Понятно, что он умрет И человек, потерявший свою дорогу Он вот туда и сюда Ему покоя никак нет Ничего не найдет Вот он и до смерти Кто любит веселье, не знает достатка Кто любит вино до умощения, не разбогатеет Ну да, все будет тратить на эти самые развлечения Выкуп за праведника нечестивец Из-за честного обманщик А вот это непонятно Что значит выкуп за праведника Ну, человека взяли в рабство, допустим И его надо выкупить И за праведника нечестивца отдают Это как? Ну, то есть, может быть, Бог Спасая праведника от беды Обращает ее на нечестивца И спасая честного Обращает на обманщик Мне кажется, про это Хотя можно понять, наверное И как-то иначе Вот в обществе Есть какая-то Сложная такая солидарность Да, то есть Не всегда люди друг другу помогают Но всегда в обществе Кто-то получает больше, чем другой И это как-то связано Со справедливостью И нам иногда кажется Почему? Должно быть все поровну Да, как у Шарикова Все отнять и поделить А вот нет Иногда одним человеком Общество как бы расплачивается За другого Но не в смысле Такой, знаете ли, вот там Политики, когда Кого-то арестовывают Уничтожают, чтобы его не было А в смысле Восстановления справедливости Вот богатство нечестивца Вдруг идет праведнику И это кому-то кажется Несправедливым Но это некая высшая справедливость Чем просто Юридическая правота И снова про жену А лучше жить в пустыне Чем с женой вздорной И сварливой Ну да, соглашусь Не переводятся у мудреца Ценные запасы А глупец все проедает И с этим трудно поспорить Кто стремится к праведности И верности Найдет и жизнь И праведность И почет Отчасти это самого Соломона Выбор Потому что ему Господь Обещал много всего Только выбери А он выбрал мудрость Но получил и остальное И жизнь, и праведность, и почет А причем он мудрость И почему хотел Не для того, чтобы получить Некий приз на соревнования Мудрецов А для того, чтобы народом управлять Без этого Как царь будет править народом Вот получил мудрость И все остальное Мудрец покорит город богатырей И обрушит твердыню их надежды Богатыри такие крепкие ребята А мудрец сильнее Победит мудрец Кто языку не дает воли Себя от беда бережет Да, тоже очень верное изречение Дерзкий и надменный Кому имя наглец В дерзости своей не обуздан И вот такая совершенно другая зарисовка Да, тут вот Скромные и смиренные люди С другой стороны Такие дерзкие хулиганы Желание лодыря его погубит Ведь руки его не хотят работать Ну, что лодырь не хочет работать Это плохо приводит его к нищете Это очевидно А почему желание-то погубит? А потому что он хочет, но не делает Вот сидит такой Манилов И думает, как бы ему все прекрасно устроить Пальцем о палец не ударит Эти желания его губят Они не дают ему жить Он все время чего-то хочет, жаждет Но ничего не получает И дальше это и описано Желание лодыря его погубит Ведь руки его не хотят работать День за днем он изнывает от желаний А праведник раздает не желе Смотрите, а праведник Он мог бы тоже желать Потому что желать свойственно любому человеку Я хочу вкусно есть Сладко спать Общаться с прекрасными людьми Иметь богатство Да, ну любой человек этого хочет Но одно дело, вот я сижу и мечтаю А другое дело, праведник, который раздает не желе Он не думает, останется ли ему на это сладко поесть Пообщаться там Пожить богато и хорошо Он раздает не желея И поэтому его желания не мучают его Он наоборот открыт и щедр Раздавая он себя освобождает От вот этой зависти От этой жадности Которую не дают жить лодыру Жертвы от нечестивых мерзость Еще большая мерзость Приносимая со злым умыслом Ну как обычно в любой религии И в христианстве такое бывает Обычное настроение людей Которые там занимаются каким-нибудь грабежом Или прочими неприглядными вещами А мы божеству принесем жертву И все будет хорошо И божество нам поможет Вот в наших махинациях Это мерзость Это хуже, чем вообще ничего не делать Погибнет лжесвидетель А последнее слово за тем, кто все слышал Вот какая, казалось бы, связь Она есть Человек, который приносит богу Жертву с нечестивым умыслом И просит его помощи в грабеже, разбойе и так далее Он, по сути, делал же свидетель То есть он показывает себя праведником Когда он вовсе не таков Есть что-то общее И последнее слово за тем, кто все слышал А кто все слышал? Вообще-то на земле таких людей нет Мы все где-то, кто-то, что-то И насколько-то понял, насколько-то нет А есть тот, кто все слышал За ним последнее слово Нечестивец напускает на себя наглый вид Но честный, твердо идет своим путем Да, собака лает, караван идет У нас есть такая поговорка, это именно про это И мудрость, и разум, и совет Ничто пред Господом Как это, как это? Вся книга про то, как мудрость хороша А пред Господом ничто То есть вот являясь пред Богом Никто из нас не скажет Я там такой, доктор наук и все такое прочее Ну я могу сказать, что я доктор наук Но пред Богом это ничто Хотя правда Готовит коня на день битвы Но победа от Господа Вот прекрасная поговорка Мне очень жаль, что в русском языке такое нет Ну или человек предполагает А Бог располагает Но здесь не то Готовят коня на день битвы То есть не сидят и не думают Ура, ура, мы победим Или ура, ура, наши деды победили А готовятся к этой битве И вкладывают свои усилия Но победу дает Господь То есть если ты не будешь готовиться Ты тот самый лодрь, который изнывает от желаний И ничего не добивается Но если будешь готовиться Это не значит, что ты получишь то, что ты хочешь Вот книга постоянно дает такие разные взгляды Она полна изречений Которые порой противоречат друг другу Мы с таким уже сталкивались и еще встретимся Но это на самом деле мудрость с разных сторон Вот каждое изречение Такой маленький афоризм Такой драгоценный камень А вместе это ожерелье из этих драгоценных камней И там они переливаются, разные цвета И вступают друг с другом В какой-то даже иногда спор Ну вот там черное, белое Или там какие-то другие контрастные цвета Но это создает объемный рисунок И нельзя сказать, право черные камни Или право белые Вместе Вот сложный рисунок вместе И так устроена книга притчи Следующая, 22 глава Точно продолжит Вот это многообразие тем И многообразие взглядов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому